Рок-клиника И теперь для начала попросим группу представиться, а потом Фея Светлая задаст свой первый вопрос Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, вот микрофончик, скажите, как вас зовут и что вы делаете в группе непосредственно Меня зовут Шруков Алексей Если можно поближе чуть-чуть Можно Не так близко Вот так, да, вот так У меня зовут Шруков Алексей, я играю в группе на соло-гитаре Прекрасно И пишу песня Антон Ужаровский, гитара-вокал Так Василий Раевский, барабаны, ну, стукач, по-постому Так, а я Вероника Семина, контрабас, вокал И пишу песни И пишу песни Ну и наконец, самый главный, видимо, человек, который здесь присутствует Да, Тарас Иноревский, я директор группы Уже 10 лет, неизменно Ага Скажите, вы, как бы, в одинаковом количестве пишете песни или кто-то вот больше, допустим Вот Вероника больше сочиняет песни или вот Алексей Ну, у нас, в принципе, три человека сочиняют песни Я, Вероника и ЛС Пресли, скорее всего, да? Да, у нас три человека Хорошо, ну, тогда такой, достаточно банальный, традиционный вопрос, который задают всем группам Расскажите, как вообще вы собрались все вместе и с какого времени существует группа «Рануэйз»? Давайте начнем, в принципе, с рассказа Вероники Потому что она, естественно, является непосредственным родоначальником группы «Рануэйз» Я не ошибаюсь Конечно, давай Если с Тарасом Ну, естественно, конечно На, Тарас, лучше ты расскажи, я идейный вдохновитель Значит, произошло все 10 лет назад Значит, первый концерт состоялся 3 октября 1997 года в клубе «Даймонд» тогда, в «Сокольниках» Вот, и состав с того времени менялся много раз Вот, этот вот состав наш, по-моему, сколько уже, год, полтора, где-то Год Год четко Нет, не больше Вот Непосредственная идея, почему название «Рануэй» само появилось в «Библице» Значит, народ сбежал тогда из разных команд в 1997 году Первый состав То есть, там, из братьев «Дикси» и из металлсостава «Коктейль» был барабанщик Который на ней живет в Домодедово Вот Антон Хотелев, хочу особо его заметить Хороший барабанщик Мы его заметим обязательно И так далее Потом был параллельный проект «Слепокерс» Значит, который загнулся буквально через год, где-то через полтора Вот, возрождалось неоднократно «Рануэйс» В общем, море музыкантов, всех не упомню просто сейчас И вот идея эта, идея пришла сама по себе Как нас называют, вторая волна московского рукавили То есть, российского и московского в том числе Понятно, но, естественно, из тех, кто сохранились, я так понимаю, с того времени до этого То есть, неизменные участники – это Вероника, да, я так понимаю? Да, непосредственно А остальные вот появились попозже Попозже Так, «Фея темная» А имеет какое-то отношение группа «Рануэйс» старая, зарубежная, к вашему названию? Или это совершенно не связано? Вот очень много вопросов по этому поводу Я думаю, все-таки, наверное, Вероника ответит на этот вопрос Нет, дело в том, что мы назвали группу, не зная, что такая группа была Тем более, что та западная группа давно уже загнулась, а мы еще живы Да, независимо просто пришла эта идея И будем жить И, соответственно, такой вопрос Очень часто общаюсь с различными музыкантами по поводу стилей Все сходятся в одном мнении То, что рокобиль – это стиль уже несколько заскорузлый И там уже что-то новое придумать нельзя То есть, в отличие от металла, который можно разнообразить хардкором Какими-то особыми барабанными партиями Как вы считаете, можно ли что-то новое привнести в рокобилие? Если возможно, то как? Есть просто вообще и в жизни, и в творчестве, и в музыке Особенно есть такие стили, которые, в принципе, вечные Это классика и рок-н-ролл Все остальное – это побочные эффекты, которые, в принципе, не долговечны Ну, это та же наша, вот именно сама попса Вот, именно поэтому сейчас стиль рокобилия Вот именно тот стиль, не музыка, а именно стиль жизни Это одежда, это музыка, это образ жизни Вот, они сейчас опять набирают новую волну Они становятся популярными, модными Я не поясню слова, именно модными Вот, поэтому Именно туда Вот, поэтому Нельзя говорить именно то, что Он стал, как сказали, какое слово там? Заскорузлый Заскорузлый, да, вообще сейчас я слышу это слово По отношению к стилю рокобилия Потому что говорят, ну как, барабанщики играют без карданов То есть, в принципе, там партии одни и те же, как правило Нет, ну, не, ну, как бы барабанщики же, они играют Они играют, в принципе, ну Как сказать, ну, они играют Не нужен кардан просто в этой музыке Поэтому вполне обходятся люди без него И прекрасно у них это получается, по-моему, так Именно Потому что люди живут именно в стиле А они не гонятся за модой Рокобилия, это в первую очередь не модная музыка, а стильная Это образ жизни То есть, вы считаете... На самом деле, это все новое, это хорошо забытое старое На самом деле, если так смотреть То есть, вы считаете, что, в принципе, в обновлении Каком-то внесении новой волны не нуждается И можно продолжать, как бы, ну, вот развивать старую линию Нет, ну, конечно, нет, конечно, какие-то новшества обязательно вводятся Каждый коллектив, который берется играть Рокобилия Какое-то свое, какое-то новшество свое обязательно вносит Без этого никак не обходится Тем не менее, группа Рануэйс, она, естественно, вносит свои какие-то новшества Это... Это мы все вносим в новшество Ну, а вот, как сказал Тарас, да, вот вы относитесь ко второй волне Рокобилия, да? А скажите, какие коллективы еще относятся непосредственно ко второй волне Рокобилия? А мы не будем о них говорить, потому что это будет реклама, так сказать, другим коллективом Ага, хорошо Ну, тогда о новшествах, да? То есть, в принципе, какие новшества вы вносите непосредственно? Именно вот в плане звука, вот, и в плане именно вот... Хорошо, ты скажешь, обязательно, Тарас, ну, куда же без тебя-то? Вот, мы именно вносим именно звук и именно... Темп и ритм игры В общем, мы пытаемся играть более тяжелую музыку, чем классическое Рокобилие Не то, что тяжелую, а именно более заводную, более ритмичную Потому что мы, естественно, отталкиваемся от классики Рокобилия Это, естественно, вот, это от... Ну, в первую очередь, конечно, Пресли там и вот прочее-прочее-прочее Вот, но тут мы, конечно, привносим именно на... Именно что? Мы просим драйв То есть, люди, которые не просто танцуют, либо пьют пиво, нет Они должны именно завестись, танцевать, кричать... Завестись и угореть Еще раз Ну, угореть Завестись и угореть Именно так Так, Тарас что-то хотел сказать, да? Пусть скажет, Тарас Ну, если зашла речь о новом, я могу сказать вот об Алексею Широкове Что, допустим, звучание его гитары, это вот новое Рокобилие Вот, на него камеру, да Это действительно новое Рокобилие и звучание, в общем, очень оригинальное И я раньше такого не слышал, почему Алексей попал в группу Ты восхищен, в общем, вообще Thank you Да, если хочешь, да, если хочешь Да, я скажу, наконец Да, а я, поскольку автор большинства текстов Русскоязычных Русскоязычных, да Я еще стараюсь, чтобы они тексты еще можно было читать как стихи То есть, они несли какой-то смысл, по крайней мере Песня про паровоз тебе нравится? Про паровоз, да, это ты написал А про кота? Это можно читать как отдельное стихотворение Ну, как музыка, то в общем... То есть, не бессмысленный текст, а чтобы еще смысл имелся Следующий вопрос, пожалуйста Да, но, к сожалению, я думаю, что на территории нашей необъятной страны Еще есть люди, которые не слышали группу Run and Waze Поэтому я предлагаю, да, к сожалению Их просветить, поставить какую-нибудь песню И какую песню вы предлагаете послушать первой на выбор? Да прям сначала ставьте, и будет самое правильное Прям сначала ставьте диск Отлично Я теряю время и счет Если ты со мной Пусто в огоне Поезд идет Страшно одной За облаком скрылась Наша звезда И вексы Бегут никуда А на стекле Капли дождя Уже весна и тает снег Я буду ждать И ты опять придешь ко мне Я буду ждать И ты опять придешь ко мне Вот тот, что ждет долин полон огня Он разгреет всю мою грудь и спасет меня Я хочу тебя забыть Раз и навсегда Но не смогу никогда А на стекле Капли дождя Уже весна и тает снег Я буду ждать И ты опять придешь ко мне Я буду ждать И ты опять придешь ко мне А на стекле Капли дождя Уже весна и тает снег Я буду ждать Я буду ждать И ты опять придешь ко мне Я буду ждать И ты опять придешь ко мне Я буду ждать Я буду ждать Я буду ждать И ты опять придешь ко мне Немножко к предыдущим темам К темам вообще Рокобили групп Я уже так понимаю Названия вы никакие Говорить не хотите Но общаетесь ли вы С какими своими Так сказать Коллегами Конечно общаемся То есть Мы все живем Одной Большой Большой Тусловкой Хорошей Рокобильной С семьей Одной огромной Ну понятно То есть порядка Там Взаимопомощь такая Помочь Там кому-то Что-то с чем-то Я бы еще хотел Хотел сказать Пару теплых слов О группе Сильвертонс Ничего Вот Которые играют А я все-таки развела Вот Это просто наши друзья Два члена Сильвертонс Вот Слава Завьялкин И Дима Пронин Играли В Рануэйс Одно время Вот Значит Это наши друзья Очень хорошие ребята Вот такие вот Спасибо Ура У меня такой вопрос Является ли До вас Рокобили С стилем жизни То есть Предположим В обычной Повседневной жизни В рутине Одеваетесь ли вы В эту же одежду Предположим Или Когда вы не на концерте Просто Гуляете То вы ходите Как обычные люди И ничем не выделяетесь Обязательно Рокобили Сначала Сначала Является Образом жизни И только потом Уже музыкой Которую Люди Вот исполняют Конечно Мы одеваемся В жизни Так же Как и Сегодня пришли сюда То есть Сначала Утром Ставится Кок Потом Умывание Чистение зубов И то есть Свои там Повседневные дела А входит ли Ваше видение Рокобили Романтизация Конфедерации Там Времен Скарлетт Ухара Именно Именно Обязательно В принципе То есть Как бы для нас Это является Важным То есть Опять же Мы И вот Именно К стилю жизни Потому что Это Не просто Музыка Это уже Как бы Что-то Типа Наверное Религия Что ли Вы увлекаетесь Вопрос жизни Просто имеется Историей Гражданской Войны С США Да Естественно Сауспарк С Марили Конечно Это же Другая Ну то есть Генерал Ли Там Кумир Да А что именно Вас привлекает Вот непосредственно Да Вот Генерал Ли Там Ну и вообще Вот в этой теме В патриотизме Не ну Скажите Вот Мне правда Интересно Вот правда А нифига Не поймали А нифига А нифига Ну или Непосредственно Вот в этой Вот войне Да В борьбе Скажем так Вот в этой Между Штатами В борьбе Вот в этой большой войне Севера и Юга Нас привлекает Бунтарский дух Который в принципе Вот флаг конфедерации Это К политике он не имеет Никакого отношения Это главный Бунтарский символ Всех вот людей Которые занимаются Какой-либо рок музыкой То есть Ну и в войне Вот собственно Вот это вот Бунтарство Оно вот и привлекает Всех Рокеров То есть Какая-то Американизация Вас не перелещает Никакой Американизации Ни в коем случае А если бы была Возможность Предположим Петь в Америке Там под флагом Конфедерации И перебраться Соответственно туда То есть Стать известной Популярной группой Ну оставить все корни Здесь И там играть Вот именно По таким закрытым Каким-то конфедератским Пабам и так далее Вы бы согласились Отвечу вот только за себя Поиграть в Америке С удовольствием То есть Какие-то концерты Какое-то общение Всегда с удовольствием Но переехать Совсем нет Ни в коем случае Я думаю Что сейчас так все Ответят Правильно? Конечно нет Тем более Что по закрытым клубам Мы и так здесь играем И здесь работаем Ну то есть Мне на самом деле Было интересно узнать Что это именно Ну и как Неполитический Мотив Патриоты Все патриоты Всей вселенной А кстати Вот да Как вы относитесь Ну так сказать Не к современному уже А к прошлому Да Движению хиппи То есть вообще Вот как вы к этому относитесь? Спокойно Абсолютно Как ко всем движениям Которые когда-то существовали И существуют до сих пор Параллельно с нами То есть как бы Хорошо Относимся Тем более Что в принципе Тоже хиппи Они тоже были построены На какой-то Вот именно Бунтарской Идеологии Да То есть Хиппи Они протестовали же Против войны И вообще против Какой-то Какой-либо войны Вот Поэтому Для нас Это такие же Тем более Что из хиппофф Вышли очень много Хороших музыкантов Ну да Естественно А мы все-таки музыканты Поэтому И хорошие И самые лучшие Ну понятно Скажите А есть ли у вас Собственные песни На английском языке? Наверное Ты Шве Сейчас над этим Ведется очень плотная работа Вот Именно Перевод Наших текстов Именно На английский Язык Но это Мы посмотрим Потому что Возможно Нашей Нашей Родной российской публики Может быть Это будет не нужно Ну это как вариант просто Нужно или не нужно Это посмотрим А вот Англоязычные наши песни На следующих пластинках Обязательно Вы услышите Значит Я хочу сказать Такую вещь Что В первом составе Был Никита Рылов Который был Выпускник МГИМО У которого Место рождения Стоит город Брюссель Он с дипломатической семьи И Значит Он Отлично знал Английский Французский Еще учил Норвежский Вот Именно В первом составе Были тексты На английском языке Именно авторства Никиты Рылова На английском И на русском Ура Сейчас у нас только На английском Инструментал Только есть Скажите А что публика Лучше принимает Ваши собственные песни Или ковера На Элвиса Пресли Типа того Вы знаете Одинаково Хорошо Потому что У нас Получается Ну На мой взгляд Не знаю Конечно Может кто-то Из Зрителей Слушателей Может конечно Поспорить со мной Но У нас По-моему Одинаково Получается Исполнять И Кавер-версии Заменитых песен Также Мы пишем Свои песни По-моему Очень неплохие Даже в каком-то месте Даже лучше Меня интересует Меня интересует Мнение Вероники Потому что Вероника Молчит Много вопросов Твое мнение Что воспринимает Публика Воспринимает Да Я думаю Что и то и другое Потому что Мы играем Всегда от души От исполнения Поэтому энергетика Передается То есть В принципе Не важно Наши вещи Или Гавера Если хорошо Исполнить То прокатит Все Главное как подать И как исполнить Да Вот и более Как уже сказал Антон Уже до этого Что в принципе Рокобили Это образ жизни А уже потом музыка Поэтому люди приходят Именно за общением За позитивной Энергетикой Вот Наша музыка Им И вообще Ну не только наш Вообще В принципе музыка Рокобили Именно Рокобили Команд Роконрольный Команд Помогает Людям Именно Прийти к этому Позитиву А скажите А вы вот Общаетесь Скажем так Только В каком-то Своем определенном Кругу То есть Нет Понятно Что вы Общаетесь Между собой С другими Рокобили Командами У вас есть Скажем так Какие-то еще Знакомые Люди С которыми Вам приходится Общаться Помимо Так сказать Вот этой Нет Понятно Что по долгу Службы Или как-то еще Есть Есть Такая Ерунда Я вот Общаюсь К сожалению Наверное А может даже Даже к лучшему Работаю на одном музыкальном канале Говорить не буду Потому что Это противная штука Такая вообще просто Никто не смотрит Этот канал Вообще просто Прям Мы все поняли О чем идет Речь Вот Вот Ты вообще ужасный человек Да Ой Да нет Ты что Я очень добрый Тоже позитивный Вообще И вот Мне просто интересно Да Да Очень Вот Понятно Что всем приходится Общаться Ну и как Вы там Ну не позиционируете Себя непосредственно Как рокобильный музыкант Естественно Естественно По Как бы Вот именно Возвращаясь Чуть немножко В этом назад Я во-первых Хожу и на работу И по улице И везде На все Так сказать Будь то там Какие-то там Гламурные тусовки Я естественно Хожу вот именно В этой одежде Именно вот В этой обуви Да Я вообще всегда Так хожу Вот В этой обуви Например Тоже Вот Вот То есть Как бы Я себя Вот Позиционирую Именно С этой точки зрения И Буду Продолжать Потому что Я считаю Что это В принципе В отличие От Всего Остального Нашего Шоу-бизнеса Российского Теперешнего Популярного Высокооплачиваемого Господи Это Воже мой Вот Ну Мы поняли Так Ну Другие Тогда Тоже Скажут И Потом На фоне Огромного Просто Засилия Всякой Безвкусной Неинтересной Абсолютно Глупой Как бы Музыки Рокобили Должно Существовать Должна Быть Эта Стилистика Просто Вот Идешь По городу Скоком С поднятым Воротником Просто Посмотреть Как люди Реагируют А люди А люди Реагируют Очень Как бы Интересно То есть Хорошая музыка Помимо Попсы Которые Которые Убивают Сейчас Парикан В общем Надо Людям Всегда Чтоб Люди Помнили О том Что Есть Такая Музыка Есть Такие Парни Такие Стильные Всякие Одежды То есть Никогда Об этом Не забывать И поменьше Слушать Современные Глупые Музыки Вот Чего Я советую Всем Василий Вы что Хотите Сказать Тем более Сейчас Музыка Достаточно Разообразна И все Так Я считаю Что Рокобили Как В общем То Стиль Он Пережил Время Тем более Стиль Был Создан Когда-то Еще В старые Времена И В общем Просто Он доказывает То Что Он является Сейчас Уже Классикой Мировой Рок-культуры Ну Вам приходится Сталкиваться С людьми Которые Не являются Ну Да Конечно Они даже Ну Многие Из них После этого Общения Становятся Поклонниками Рокобили Слокомых Много Как Печень Здорово Да Гениально Также Бытует Такое Мнение То Что Предположим Рокобили Тусовка Она Несколько Замкнута То Есть Какие Люди Оставшиеся Концерты То есть Тусовка Не расширяется Нет Тусовка Расширяется Новые люди Постоянно Приходят На концерты Но То Что Рокобилов Как бы Мало Это Да Потому что Ну Как-то Не Распространено В России Это направление А полувозрастной Состав Вот Интересно Возрастной Состав На концерты Приходят Люди От 15 До 90 лет То есть Люди Старшего поколения Также Любят Рок-н-рол Как и Современная Молодежь То есть Среди Молодежи Это Также Находит Открыт Обязательно Да Потому что Именно Вот В этой музыке Есть Очень Много Энергетики Вот А вот Почему Она Вот Именно Не Привлекает Такие Массы Допустим Как Там Всякие Там Пчелайны Там И Вот Прочее Прочее Вот Потому что Да Потому что Почему К сожалению Многие Продюсеры В Почему Стараются Вложить Как Можно Меньше Денег Вот Хотя По-моему Это Очень Перспективно Это Очень Интересно И В общем От недостатка Финансирования Именно Именно Денег Не хватает Просто Да Давайте Очень Очень Уже Парада Скажите А какую Песню мы Сейчас Послушаем А прям Как вы Поставите Да Песню Полнолуние Нет Давайте Другую Дедку Все Микрофон Весьма Весьма Отлично Слышим Песню Дедка Гротись Быстрее Дедка Когда Со мной Танцуешь Ведь Ты Не Представляешь Как Ты Меня Волнуешь Эй Грошка Как же Я тебя Хочу Ты Так Меня Заводишь Ты Лучше Я Промолчу Эй Грошка Как же Я Тебя Хочу Ты Так Меня Заводишь Ты Лучше Я Промолчу Промолчу Тебя Промолчу Прижди Прижди ко мне скорее Своим шикарным телом Но ты Не Старь Ломаться Давай Займемся Делать Эй Грошка Как же Я Тебя Грошка Как же Так Ты Лучше Я Промолчу Эй Грошка Как же Я Тебя Грошка Как же Я Я Ты так меня заводишь, что лучше я промолчу. А музыку как раз написал Слава Завьялкин из того состава. Упоминавшийся, да? Ныне Сильвертонс, да, поэтому его упомянули. Ага, понятно. Ну, не знаю, конечно, так не очень, на самом деле, спрашивать, может, не очень этично. Расскажите что-нибудь о своей личной жизни, если хотите, конечно, если есть желание у кого-то. Ну, в плане того, как вы там, ваше там сибирное положение, например. Ну, сразу в первых рядах. Давай, давай. Ну, что, в общем-то, личная она жизнь, как говорится, живем потихоньку. Нет, я имею в виду там непосредственно семейное положение, там холост. Семейное положение в настоящий момент холост. Раньше мы задавали все вопросы рокерам, да, вот как сочетается личная жизнь с жизнью рокера, потому что я помню, что в свое время Блэкки из Васпин говорил то, что у рокера не может быть личной жизни, то есть рокер женат на музыке. И, соответственно, Блэкки говорит, что если там рокер считает, что он там женат или там живет с кем-то, то значит, это не рокер. То есть, вот, соответственно, вот об этом был вопрос. Опять же, за себя личная жизнь очень хорошо сочетается с музыкой. То есть, как бы, да. Но, вот если, например, когда-нибудь мне девушка поставит такое условие, или я, или музыка, то, конечно, будет выбор не в ее пользу. Правильно я говорю, вы, Сесуалий? Конечно. Можно я? Да, ну, давайте. Вот мы с Вероникой, во-первых, живем уже сколько, лет 10, наверное. А, ну вот, мы-то не знаем ничего. Вот пример. Например, Ян Гиллан сказал, что, вот, в общем-то, в принципе, хард-рок, рок для меня, я видел, как многие, вот, в семейных отношениях общались, он сказал, что это разбитые семьи и так далее. А я хочу возразить, а посмотрите на Ози Осборна, например. Красавчик. Красавец. И все. Так что у многих все в порядке, у тех же Скорпианс, например. Ну, понятное дело, что... Поэтому многие девушки, ну, и в то же время, вот, молодые люди должны, как бы, давать себе отчет, так сказать, с кем они живут. И делать выводы, соответственно. Скажите, а на ваш взгляд, глэм-культура, она как-то влияет на рокобили? То есть от голоса глэма в жизни, предположим, например, мне кажется, что ритм жизни, там, стиль жизни рокобили, он как-то связан все равно с глэмом, так или иначе, пересекается с концепцией, там, отношения к жизни, к алкоголю, к женщинам, там, ну, с той же самой Синдереллой, с Мотли Крю. Это все началось с рок-н-ролла, поэтому глэм зависит от рок-н-ролла. Это, в принципе, по-моему, все-таки глэм и вообще, так сказать, любое последующее, после 60-х годов стиле рока, вот, рок и там, и там рок-н-ролла, они все зависят именно от рокобили, потому что начало этим вот даже там, ну, там, трем-четырем аккордам дали именно в... Они самые. Они самые, вот. Поэтому тут, как бы, рокобили никак ни от кого не зависит, ни в коем случае, все зависят только от него. И, соответственно, далее такой вопрос, кого вы считаете вообще основоположником рокобили, то есть, какие из музыкантов повлияли на вас? И, предположим, там, тот же самый Джонни Рэббл, считаете ли вы его важнее Элвису Пресли, предположим, влияние на рокобили музыку? Конечно, люди, с которых все начиналось, это Джин Винсент, Эдди Кокрон. Элвис Пресли, он, в принципе, не сочинял песен, он перепевал чужие песни, поэтому как-то вот, ну, конечно, все равно повлиял человек, по-моему, очень сильно на рокобили рок-н-ролл культуру, как бы, вообще своим существованием, своим творчеством, но вот человек не сочинял песен, поэтому вот спорный вопрос, можно ли его считать, вот, как бы, там, сделавшим какой-то большой вообще подвиг. Антон, а место вообще Джонни Рэббл в рокобили музыки, как ты считаешь, какую он нишу занимает там? Первый проход, или, предположим, основоположника действительно красивых именно текстов, то есть не то, что там, I love you, baby, да, а именно таких действительно бунтарских, о чем вы и говорили. Ну, да, вот, в принципе, это вот люди, с которых все начиналось, и о них можно говорить только с уважением, как бы, отдавая дань, и вот так вот. Ну, все-таки с кого-то вы начинали? Я начинал первое, что я услышал в рокобиле музыки, это было исполнение во дворе Андрея Романчука, гитариста группы Sky Rockets, песен That's Right Mama и Asi Blymon of Kentucky. Когда я это услышал, я просто заболел. Я потом неделю не мог подойти к гитаре, потому что было стыдно. Потом начал все это подбирать, и так и пошло. Потом был Stray Cats, Джин Винсент, Эдди Кокрон, Elvis Presley и так далее. Да, мне интересно, да, еще мнение других музыкантов и Тараса так же. Скажи, пожалуйста. Да, можно вот эту дедушку Садникова забили такого? Забыли дедушку, это же Билла Хэйли вы забыли? Rock on the Clock, Чик Сафари. А никто не сказал. А никто не сказал. А мы еще не закончили. А еще все впереди. Я вообще еще ничего не сказала. Почему? А я начинала вот с... Пожалуйста, будьте ребятами. Спасибо. Вот так. Джонни Берната. Вот у меня даже туировка Дорси. Да, Дорси Бернат. Да, пожалуйста. Вот я с них начинала, и вот до сих пор их очень люблю. И никак не закончу. И никак не закончу, да. Ну а в каком возрасте приблизительно? Ну то есть совсем в детском или нет? Совсем в детском. Я была воспитана на группе Creedence. Совсем в детском, там 5-6 лет. Ну, они тоже исполняли какие-то, типа, traveling band там. Соседи приходили. Да, соседи приходили. Что там у вас так ребенок орет, да. Travel band. Да. Ну, а как вы относитесь, скажем, там, непосредственно к таким стимуляторам, как алкоголь или, возможно, там, легкие наркотики или тяжелые? Я не знаю. Ни легкие, ни тяжелые. Ну, а к алкоголю? Нормально. Давай не померим вас. Да, ну мало ли там так. Начнем. Да, он уже отнесся сегодня к нему. Немножечко отнесся, это точно. Нет, к алкоголю нормально, так сказать, и в нормальных количествах. Вот. Нет, так наркотикам совершенно отрицательно. Совершенно отрицательно. Все это химия, гадость. Нет, наркотикам абсолютно отрицательно. И не хочу, и не советую. Алкоголь, ну как, в разумных пределах нормальную. Ну да, ну просто до абсурда можно все что угодно довести, можно и тортами обожраться. Ну да. Ну естественно. При желании. Так, ну вот, что касается наркотиков, сразу могу сказать, что, в общем-то, это все на самом деле ни к чему. Все не настоящее. Ну алкоголь как, алкоголь, он тем и отличается, что, в общем-то, что после него хотя бы люди просыпаются. Интересно. Вот, вот, сейчас наркотик. Не пью, кратко могу сказать. Вот это вот редкий случай. Ну, тоже пока пью и не хочу бросать. Спасибо. Клево. Вероника, а у меня к тебе такой вопрос, тяжело ли обращаться вообще с контрабасом, управляться, предположим, таскать его на всякие гастроли. С хозяйством тяжело управляться. С контрабасом я существую. С Тарасом тяжело управляться, с контрабасом легче. Потому что я об этом никогда не задумывалась, это как-то вот, ну как, я не знаю, как вот. Взяла, пошла. Такое ощущение, что он всю жизнь просто вот был и все. То есть без него я не представляю. Потому что я видела тебя на концерте с контрабасом и видела достаточно крепких мужчин, которые там стояли. У них он как-то даже более коряво держался в руках, а у тебя очень органично. То есть как давно ты этим занимаешься. Ну, давно, да. То есть это, вот, можем куда-то ехать на гастроли. Еще с арбатских времен, да, когда все это начиналось, то есть это все с улицы начиналось. Потому что у тебя вид такой хрупкий, нежный, женственный. Ну, мы с ним нашли общий язык. То есть я его там не укращаю как-то, а мы с ним существуем в гармонии. А непосредственно инструмент, на котором ты сейчас играешь, он у тебя так и остался со старых времен? Это он и есть. Или ты новый? Много раз перекрашенный, переклеенный. А новый, тебе кажется, ну, как бы старый друг лучше новых двух, да? Ну, будет два. Будет два. Не согласен. А дорогой это, получается, инструмент вообще? Дорогой удовольствие контрабаса? Ну, не дешевый. А образование у тебя по классу музыки? По классу контрабаса? Нет. Образование нет. По классу гитары я училась, ну, в клубе, когда мы все увлекались этим. Один год я вот училась в Москворечии. Там, по теории музыки. Это, ну, просто чтобы уметь, как бы, с музыкантами находить общий язык. Не то, что там, вот на этой струне, там, эту штучку, там, зажать. Там, ну, просто вот там. А ты тогда уже знала, что у тебя будет жизнь так или иначе связана с музыкой? Ну, я надеялась на это, по крайней мере. То есть, в принципе, твоя мечта осуществилась, которая, к которой ты стремилась? Ну, почти. Мы до сих пор стремимся. Я по-другому просто, по-другому не умею просто. И все. И не хочу. Ну, а теперь я предлагаю послушать еще одну песню, прекрасную какую-нибудь. И какую песню вы посоветуете нам сейчас поставить? Что там прекрасное? Города там нет. Нет, города там нет прекрасного. Инструментальчик можно послушать. Грэйт Маунт. Да, прекрасный инструментальчик. Да, прекрасный инструментальчик. Итак, мы слушаем песню Грэйт Маунт. Спасибо за субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА